Кто? Сейчас? Как не в эфире, в эфире. Всем привет! Я не могу всем помахать, я вам скажу всем привет. Помахать, помахать, помахать. Машу всем. Где вы ходите? 10 минут 9. 10 уже. О! Привет! А короткая погода на завтра, пока вы все собираетесь. Завтра нас ожидается временами, где дождь. 5 градусов. Как же я вас люблю. Ну, подождите, давайте о погоде сначала. Где среди... А, дождь. Плюс 6. Плюс 6. Влажность. 30%. Питер очень ждет концерт. Да, Питер очень ждет. Мы тоже ждем концерт. Где наш Дальний Восток. Просыпайся, Дальний Восток. Специально для тебя сделали эфир в удобное время. Всех с наступившим, с прошедшим праздником, 8 марта. Дождь. Я думаю, что с утра... Да, это погода для всех регионов сразу. Для всей средней полосы. Не берем Дальний Восток. Из Норильского тебе пишут. Где? М? Господь. Муниров. Землячка, привет. Это тебе пишут, землячка, привет. У меня такого нет. Венцо. Да. Смотри, у меня такого нет. Пойдем. Ну, ты как-то это все пропускаешь. Добрый вечер, Елизавета. Ну, в смысле, это я сама с собой разговариваю. Добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер. Ну что, потихонечку расскажу вам дорогая передача. Сегодня у Ирины Ивановны день рождения. Целуем вас. Значит, вопросы к нам поступили следующие. Сегодня поем или только вопросы, о чем мы собирались петь. Нет, поем мы 15-го. Егор, 15-го числа мы все дружно поем. А сегодня мы отвечаем на вопросы. В преддверии концерта, который состоится 15-го марта, накопились некоторые вопросы. И сейчас мы постараемся на них ответить. Когда в Москве будет концерт? Дело в том, что на этот вопрос мы пока не можем ответить, потому что концерт может быть как в апреле, как в мае, а также он может быть и в июне. Поэтому нужно немножко подождать, чтобы поделиться с конкретными датами. Осенью планируете концерт в Москве и засеете черемшу перевезти? А, привезу, это утвердительно. Да, привозите черемшу и мы под это, конечно же, сразу подстроим даты концерта. За нами не заржавеет. Так, будут ли на концерте старые песни или новые? Вот какие-то из этих двух вариантов обязательно будут. Приедете в Тулу. Ну, если нас пригласят, если все так сложится, вся логистика и организация, то, конечно, мы приедем. Будет ли продажа аксессуаров 15-го числа? Серьги, браслеты, ожерелье, конечно, на любой вкус в широком ассортименте. Да, как всегда, все, что у нас бывает, оно будет. Привет из Новгорода, спасибо. Новгород, Нижний, тебе тоже привет. Вам хочется признания, заслуженный артист или какую-нибудь медаль? Подождите, вот какая медаль? Посмотрите, сколько у меня медалей. А нет, это только кубки мои, а медальки, они стоят вот там. А я вам сейчас покажу. Вот это вот все. Это вот все мои медальки. Какая мне еще медалька, может быть, нужна? И какое еще признание? Будете отмечать день рождения концерта в Москве или не планировали? Нет, мы... Рома, привет. Мы планировали день рождения такой только в Санкт-Петербурге. Вот, ну, обычно так этим ограничиваемся, да. С кем из известных музыкантов вам хочется дуэт? Пока нет таких мыслей. О, Лиза от всей души, с днем рождения по Дальнему Востоку, уже не с тем марш. Спасибо, но я все-таки предпочитаю по нашему, по питерскому времени, хотя родилась я в Норильске, вот во сколько, не помню, в 9 утра, что ли, по какому времени, по норильскому или по московскому, надо у мамы спросить. Вот, и сегодня 5 человек у меня уже постралили с днем рождения, не знаю, с чем это связано, причем мне очень умиляют такие споры, когда я говорю, ну, у меня завтра, а мне отвечают, ну, всегда же было 10-го. Я говорю, ну, хорошо, 10-го, так 10-го, спасибо. Есть ли какой-нибудь новый материал? Хлопок, ситец, сатин, выбирайте. Так, что у нас еще тут? Какие-то цифры, красители, огурцы, сырный мед. Что-то не то мне попало в руки. Привет, какая любимая песня под любимый алкоголь? Тут нужно уточнить, потому что, может быть, одна любимая песня, а вот под алкоголь, она уже, может быть, любимая совсем другая. Возможно ли сняться в вашем клипе? Возможно, но нужно сначала придумать, найти, кто его будет снимать, снять, написать сценарий, раскадровку, и тогда уже мы перейдем к актерскому кастингу. Вы пишете прозу или вы исключительно поэт? Поэт. Это, помните, про заек, про каких нахрен заек? Нет, у меня только вот такие достаточно поэт я. Вы считаете себя талантливым человеком? Вы просительный знак. Ой. Ой. Я считаю, что мне просто повезло, скажем так. Если бы вы не занимались музыкой, кем вы сейчас были? Значит, я думаю, что какой-нибудь учительницей злой, может быть, тренером, может быть, собак, собак выразводил. Ну, это все-таки такое хобби больше. Ну, наверное, что-то связанное с педагогической деятельностью, я думаю. Или, может быть, написание каких-то сценариев. Мантры слушаете, поете? Ну, как я пою мантры, я вообще слабо себе представляю. Но иногда послушать не могу. Они меня успокаивают, когда ничего больше не помогает. Так, последний раз с ума сойти в апреле. И это случается периодически, с завидной регулярностью. Мечта на ближайшие 10 лет. Чтобы эти 10 лет прошли гладко, беззаботно. И чтобы мечты не заканчивались. Вообще их очень много. У меня нет прям чего-то такого одного и сосредоточенного, узконаправленного. Как у вас называется стрижка? Ну, сейчас у меня называется стрижка уже нормальная стрижка. Вот то, что у меня было в Гуах, это, значит, был продукт деятельности индийских парикмайкеров. Это было... Это доставило мне некий стресс на отдыхе. Я занималась тем, что сначала я искала, кто меня подстрижет, а потом в течение двух недель кто исправит то, что мне настребили. И мы решили сейчас с моим коллективом, что мне нужно брать с собой всех отдыхать, и тогда все будет хорошо. И никому не придется ничего исправлять. А почему бы вам не рвануть на гастроли на Дальний Восток? Да, Дальний Восток. Почему бы нам к вам не рвануть? И скажите мне, пожалуйста, сколько же должен стоить билет на этот концерт, если бы мы приехали на Дальний Восток? Вот сколько стоит билет на ваш, на самый дальний... Да даже не на самый Дальний Восток. Вот о каком городе мы говорим, и сколько Санкт-Петербург и вот этот вот недальний Восток стоит билет. Мы посчитаем, и если вы готовы принять в этом участие, мы с вами свяжемся. Киров ждет. Есть в планах? Киров. 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 Ну, если Москва, я так понимаю, что и может быть Киров. Но опять же, нужно, чтобы в Кирове был не один человек нас ждал, а чтобы было какое-то большое количество. Здравствуйте, Лиза, Сурганова, Светлана. Еще будут проекты? Ну, это же все происходит тоже спонтанно. Никто не знает и никто и не планирует заранее же это все. Теперь это же все лицо закрывают. Ну, а что я могу сделать? Конечно. Вот так? А мне еще не пришло. Ну, хорошо. Значит, Лиза, привет. Вопрос, конечно, есть. В общем, Дальний Восток ждет. Ну, вот, Дальний Восток. Мы с вами уже сейчас решили все. Белгород или Курск планируете? Скажем так, мы планируем везде. Но что из этого получится, я не знаю. Лиза, привет из солнечного и жаркого Краснодара. Какая марка вина у вас? У меня сейчас, не поверите, по-моему, что это Краснодарская. Краснодарская какая-то и забыла. Вот. Поэтому, ну да, это или это... Да, Краснодарский край. Темрюкский район. Поселок Виноградный. Знаком он вам такой? Зачем я их про рекламирование, не понимаю. Так, значит, Елизавета, как насчет Сахалина? Есть в гастрольных планах? Я так понимаю, что он там, как, к Дальний Востоку хорошо относится. Вот соберитесь там вместе, договоритесь и уже с оформленным предложением нам напишите. Мы с удовольствием, конечно, приедем во все точки нашей необъятной Родины. С днем рождения, скажите, Елизавета, если бы вам представилась возможность побеседовать с кем-нибудь из музыкантов, которых уже нет, с нами, кто бы это был? Что бы вы спросили у них? Я бы спросила, ну... Смотря, по какой причине их нету, вот, тоже две большие разницы. Если это уже, ну, как бы, по возрасту, там, жизнь закончилась, потому что так уже должно было быть, то одно. А если это принудительное какое-то было завершение, я бы там спросила, ну, зачем ты так или как-то? Посоветуй какой-нибудь музыке. О, Кимба пришла. Ну, можно зайти ко мне в флейлист, там, ВКонтакте, посмотреть. А, у меня закрыт. Я же открывала вроде. Я открывала его не раз. Там, в принципе, такие, на мой взгляд, для меня удачные композиции. Кимба, никто здесь не ест, здесь пьют. Так, твоя любимая цитата. Вообще, я таким, конечно, не грешу, не выписываю цитаты. Мы с Мариной разговаривали и пришли к выводу, что эти вопросы, они вообще очень похожи на вопросы, которые у меня были в анкетке в третьем классе. Там, любимый цвет, любимая цитата, любимый день недели, любимая песня. Нет таких у нас. Какие добродетели цените больше всего? Я так понимаю, что в человеке или что? Я не совсем. Кто автор вопроса? Елизавета. Опять, что ли, я сама с собой разговариваю? Кто это спросил? Если мы говорим о характере человека, то это обязательность, это честность, это умение быть благодарным, это эмпатичность, или как это сейчас называется? Это эмпатия, это пунктуальность. Но у меня очень много еще требований. Какой у тебя любимый поэт? Егор, пошел панк, я типа, мои, да, все-таки. Так, какая ваша песня на данный момент характеризует вас больше всего? Ну, так сложно сказать, все песни потихонечку меня характеризуют. Ну, наверное, остается наиболее близкой «Ничерта». Потом какие песни, мы еще знаем, я не помню уже песен. Ну, «Сандали», конечно. Майковский, наверное, у меня любимый поэт. Юля, я вообще прекрасно отдохнула, но мало, мало. Хочется еще. Я уже вчера говорила, что иногда главное, вот, нужно выйти откуда-то, чтобы заново войти, закрыть одну дверь и открыть, вернее, ту же. Но уже заново, с другой стороны. Лиза, вы лучшая, и это не вопрос. Не вопрос, я даже не буду спорить. В какой валюте держишь деньги? Я так понимаю, актуальный вопрос сейчас у нас всех, да? Вот смотрите, лайфхак. Нет денег – нет проблем. Не надо ничего держать. Я деньги копить не умею, они у меня… Если есть, то их сразу нет. Такой странный предмет. Поэтому, а так, что есть какие-то, если что-то есть, то это на рублевой карте. Не скажу, какого банка, потому что они меня иногда подбешивают. Дальше идем. Идем мы дальше. Любимое женское имя. Банкету, пожалуйста. Ждем в Севастополе. Это у нас в Крым, получается, да, Севастополь? Вот никогда не была. Тоже очень ждем, когда мы там окажемся. Но это, по-моему, как-то там сейчас не очень просто сделать. Кто-нибудь знает, как жить дальше и возможно ли жить вообще? Вот такой у меня странный вопрос. Жить возможно, нужно, можно и необходимо. Несмотря ни на что. Вот такой будет странный ответ. Во время вашего выступления на площадках Москвы зимой меня спросили, почему вас не слышно на московском радио? Потому что у нас есть такое московское радио. Я не знаю такого московского радио. Почему? Страна ФМ – это московское радио. Федеральное, то есть там есть. Потом, ну, что происходит с ротацией в нашем радио, я затрудняюсь ответить, потому что иногда какие-то песни проскальзывают, но весьма редко. И этот вопрос вообще не поддается никакому регулированию с нашей стороны. В смысле в Москве. В Москве, ну, вот я и говорю, страна ФМ, есть такая радиостанция. Мы там точно звучим. Радио Вера раньше у нас вещала с большим удовольствием. Во что они верили, непонятно. Лиза, мне кажется, или Робинзон, бэк-вокал Светланы Сургановой? Так. Во-первых, я вообще затрудняюсь вспомнить чей-то, какой там вообще бэк-вокал. А, так там бэк-вокал Алиса Вокс, которая сейчас, ну, не сейчас, которая была на бэк-вокале у Шнурова. Это начинала свою карьеру в нашей группе и была у нас бэк-вокалистка. Вот там она и поет, подпевает. Вот. Ну, мне кажется, не очень это похоже на тембру Светланы Сургановой. Светланы Сургановой читали автобиографию Светланы Сургановой. Если да, то чтобы вы добавили про вашу дружбу в книгу. Вот смотрите, мне очень интересно, кто читал. Я просто не умею читать книги. Ну, то есть я читаю, мне не хватает усидчивости, сосредоточенности. Я читаю там 2-3 страницы. Вот. И вот если кто читал, расскажите, что там про дружбу. И я тогда скажу, что можно добавить. Или хотя бы скажите, на какой-то странице находится. Я проанализирую, что там такого. А вообще, ну, с книгой я знакома. Мы ее вместе начинали первую главу редактировать. Там я как-то, ну, в общем, немножко в курсе делаю. Но когда еще только про семью рассказывается. Так, вот все говорят, вырастешь, поймешь. Напишите мне, кто прочитал биографию. Вот, помашите там или как, или там что-нибудь. Подайте знак. Кто прочитал биографию, кто видел там что-то про меня. И вообще скажите, что там написано. Краткое содержание, пожалуйста, я жду от вас. И страницу. Номер страницы. Никто не читал, что ли? У них опоздание идет. Александр Сокол. Вы читали биографию Светланы Сургановой? Ладно, я надеюсь, биография к нам вернется. Вот все говорят, вырастешь, поймешь. А вы, Лиза, когда выросли, что поняли о жизни? Что больше не вырасту. Больше не вырасту. Я читал, вроде ничего про тебя не было. Но если про меня не было, то представляете, сколько можно всего добавить. Если бы вы могли представить свою жизнь в любой другой стране, кроме России, какая бы это была страна, расскажите, как вы видите идеальное место для своей жизни. Вот я задумывалась об этом не раз, и я понимаю, что мне все равно, где я буду находиться. Для меня важно, чтобы вокруг меня были привычные вещи, чтобы я видела, где у меня что лежит, где лежит одежда, где лежит все необходимое и люди, которые меня окружают. А что это будет за страна, я смогу приспособиться практически к любым географическим обстоятельствам и локациям. Добрый день, добрый день. Лиза, как происходит процесс написания песни? Сначала рождаются стихи или музыка? Когда пишете стихи, знаете ли вы, что точно песня будет? Или заранее не знаете? Есть ли у вас такие стихи, которые не стихи? Есть ли у вас такие стихи, которые вы не хотите делать песнями? Можете что-то прочитать из своего? То, что соответствует вашим настроениям сейчас. Прочитать я ничего не могу. Потому что просто, о, мы купили билеты, ну отлично же, ну молодцы же, скоро пойдем гулять. Значит, теперь заново придется вопрос читать. Как происходит процесс написания? Иногда это бывает пара строк, она записывается у меня в какой-нибудь блокнотик, потом я беру гитару и начинаю это туда-сюда мусолить, туда-сюда зацик, залупливаешь, как я это называю, и вот по кругу, по кругу, пока у тебя что-нибудь не ульзит. Иногда появляются такие строки, которым могут никогда не стать никакой песни, так и останутся стихотворными зарисовками. Мы в Риге уже готовы к встрече, отлично, зовите своих знакомых и друзей, потому что, мне кажется, нас там вообще никто не знает в Риге-то, только я всех в Риге знаю. И потом, что у нас было про стихи? Ну да, в общем-то, я все ответила. Можете что-то прочитать из своего. У меня есть такие очень коротенькие четверостиши, я их практически все выкладываю в Инстаграм, и, конечно, ни за что не вспомню на память. Как завтра будете отмечать свой день рождения? Ну, скорее всего, полдня я протоплю в телефоне, потому что... Лиза, кстати, по поводу билетов в Риге, как их приобрести? Как их приобрести? На входе только? На входе, но это же большой клуб, там нет с этим проблем. Я так понимаю, там еще будет какая-то программа. В общем, приходите и все. Значит, страница 195 книги «Все сначала» о сослагательных. И что там? Скажите мне, что там? Вот. Продолжаем. Как завтра будете отмечать? Значит, полдня я, скорее всего, буду протоплю в телефоне. Да, это звонки и сообщения. Ну, я надеюсь. Так было, по крайней мере, всегда, если ничего не изменилось. Потом я поеду на работу. Значит, немножко поздравлюсь с коллективом. А вечером пойду с родителями. Куда-нибудь... Ну, с родственниками, не только с родителями. А куда-то пойду. Как написать музыку для песни, если особо играть ни на чем не умеешь? Но у песни уже есть готовый мотив. Выпустите гайд для начинающих. Ну, кстати, у нас была мысль такая сделать, такой онлайн-рок-школу. И как раз там все эти вещи объяснялись. Вот Костя Арабянин, он же как раз когда-то, я не знаю, как сейчас, но раньше он не владел никаким инструментом. Он просто музыкант там нахлопал на ладошках, на руках напевал просто вокальную мелодию. Соответственно, музыканты уже подбирали под эту мелодию аккомпанемент. Так, упоминание о дружбе с хорошими людьми. А, ну, упомянули, хорошо. Мне кажется, достаточно вполне для меня. Так, прекрасных дней, Елизавета. Лет можно все-таки, а не дней. Следующий вопрос. Планируете ли вы песню со Светланой Сургановой? Ваши голоса в дуэте очень выгодны друг друга, вместо оттеняют, я прослушала, отменяют. Ну, вот я уже отвечала на этот вопрос. Это все сложно очень, это не поддается никакому планированию, это все спонтанный процесс. Добрый вечер, а когда будет в планах Сахалин? Скажите, у вас там какая-то, я не знаю, либо кто-то ходит, там что-то распространяет на Сахалине и на Дальнем Востоке, либо с коронавирусом это как-то попало. Прошу прощения за черный юмор. Ну, очень, да, странно активность со стороны ваших регионов. Если найдется организатор, который нас туда пригласит, то, конечно, мы с удовольствием. Со Светланой Сургановой все понятно. Понятно. А с Дианой Арбельной общаетесь, дружите? Ну, у меня было какое-то шапочное знакомство, но нет, не общаемся, не дружим, нет. Елизавета, у вас очень необычный и запоминающийся тембр голоса. Спасибо. Елизавета, а ваши родители тоже музыканты? Нет, родители мои инженеры. Инженеры, но у меня прадедушка музыкант, он скрипач, по папиной линии. Про бабушку у меня даже аккомпанировал когда-то шаляпи. Ну, если меня кто-то не обманул, я не знаю, откуда эта история возникла, но вот есть у меня такие данные. Вот. Так, добрый вечер. Почему ваши концерты в Питере проходят только в питейных заведениях? Ответ. Потому что в Питере пить? Потому что в Питере пить не принимается. Но дело в том, что под наш формат просто больше подходят клубы, бары, чем дворцы культуры. Ну, представьте, вот я, дворец культуры, сцена, сидячие места. Это все будет несколько, мне кажется, смешновато выглядеть. Ну, пока не было такого в планах и пока такой формат нас устраивает. Надо кем было выгнать? Она сейчас сколько времени? А, нет, еще не надо. В смысле, я не собаку выгоняю на улицу. Покормите. Здравствуйте, Елизавета. Очень понравился новогодний квартирник. Все было так по-домашнему, тепло и уютно. И с вами приятно было пообщаться. Спасибо вам и хорошего концерта 15 марта. А вопрос такой. Будет ли концерт летом в Москве? Спасибо за необычный вопрос. Концерт, я думаю, летом будет. По крайней мере, мы делаем все возможное для этого. Внимание, вопрос. Вот. Ну, вопросы на бумаге у нас закончились. Те, которые... Их было больше, но те, которые повторялись, мы не повторяли. Потому что зачем повторяться? Если у нас есть еще вопрос здесь онлайн, мы сможем еще их обсудить. С наступающим днем рождения! Группа поздравляющих держит курс на воскресенье. Вот, да, главное воскреснуть после него. Мы вас ждем. Ждем. Да. С наступающим не поздравляют. Кхе-кхе. Мечта. Ну, несколько раз же был этот вопрос уже. Прямо несколько раз. Я просто не помню, что я ответила. Так пойдем гулять после 15.03. Ну, после 15.03 я не смогу пойти уже. Вот там через пару дней буквально можно уже идти гулять там по крышам и по дворам. Елизавета. Как насчет скетча? У вас, мне кажется, отлично получится. Да, конечно, у меня все получится отлично. Я тут тоже услышала на днях предложение. Лиза. Просто Дальний Восток большой, и мы тоже хотим на концерт. Ну, так хорошо. Что вы предлагаете? Вот сколько будет стоить билет на концерт, сколько он должен стоить, чтобы нам вот в количестве 6 человек приехать, прилететь, прилететь вот к вам. Ну, что рассказать тебе про сахалин. А кулон на шее обозначает рука, подающая валан бадминтонный. Ну, бадминтон обозначает не более того. Ну, очень интересно мне, что Дальний Восток активировался, с чем это связано. А как вы узнали вообще вот так далеко? И вообще, мне кажется, к вам сейчас пока не нужно приезжать. Вы же с китайцами там дружите близко, очень плотно, я бы сказала. Мы тут зашли в китайский ресторан, и никого не было почему-то. А потом я вспомнила, что он китайский. Почему? И что никто туда не ходит, кроме нас. И смешно еще в аэропорту было, когда я приезжала с Индией, это Доха аэропорт. В принципе, переполненный аэропорт, и там, где сидит на скамейке на одном ряду хоть один китаец, все свободно. И я ведь сначала по привычке хотела пойти на свободное место, и опять же, в последний момент я поняла, что... Стоп! Стоп! У тебя есть татуировки? Если да, то где? Ты посмотрите на него, а? Нет у меня татуировок. Никаких нету, нигде нету. А, по поводу, у меня еще спрашивали, по поводу начала концерта 15 марта, и где это будет проходить. Мы там не выступали. Мы там не выступали, это для нас новое место, но такой уютный бар-клуб, с хорошими столами удобными, там на балконе очень хорошая видимость. Заходить можно с 19 часов, но никто в 19 часов, естественно, концерт не начнет. И 20-20-15, прекрасная дама. Вот тут, как вы все умеете. У нас тихо, как ни странно, с коронавирусом. Подождите, где у вас тихо? А, Дальний Восток. Я уже начинаю разбираться в жителях Дальнего Востока. Жители Крайнего Севера разбираются в жителях Дальнего Востока. Вы любите больше приятные спонтанности или четкие планы? Как многие мои знакомые, я... Нет, у меня все спонтанно, наверное, то есть мне бесполезно планировать, и я заранее, даже за три дня не могу сказать, что будет через три дня, но если это прям какие-то важные встречи. А то, что касается общения или чего-то остального такого, не работает, я никогда не планирую, даже путешествие, там, ту же Индию, там, в декабре билеты только брала, то есть ничего заранее не было известно. ДВ. А, я поняла, что такое ДВ. Это Дальний Восток. ВДВ. Вчера по радио «Зенит» прошел слушок, что первые, кто придут 15-го числа, получат бокал шампанского. Правда, но сейчас мы работаем над тем, чтобы понять, какое количество первых вот этих, чтобы не было, я такой, вот мы пришли, а вот, а уже ничего не... Это нужно быть прям, ну, прям первым, я думаю, это буквально там первые 30 человек, да, у нас нас, welcome drink. Я еще не согласовала. Клуб тоже, да. А приезжать в Благовещенск. Точно, Благовещенска у нас еще не было в планах. Спасибо, опять же, ответ такой же, если нас пригласят. Это тоже Дальний Восток. Благовещенск, Дальний Восток? Смотрите, какие у меня цветочки. Сколько вам лет исполнится? Я вот была в Индии, я пыталась не считать, сколько мне осталось дней. Вот так же вот со своими годами, прям когда-то одну цифру запомнила, но я не остановилась, поэтому боюсь, что я ей даже не отвечу. Так, а что для вас самое дорогое в жизни, самое главное в жизни? Ну, наверное, здоровье, жизнь близких, не людей. Вот так. Значит, надо караулить в подс 18. Так, саундчеку не мешать. Вы любите массаж? Массаж я очень люблю, очень, очень. Прям душу могу продать. И продаю. Благо тоже ДВ. Я скоро буду Дальневосточным жаргоном на концерте предыдущих, что Благо ДВ. Они сказали, откуда они узнали? ДВ напишите, откуда вы узнали про наше творчество вообще. Через какие пути? Кто вирус занес у вас? В китае, представляешь, такие. Во сколько лет? Вы со скольких лет? Со скольких? Вы чьих будете? Вы со скольких лет на гитаре играете? Я, наверное, лет с 13, с 14. Да? Так, гражданская оборона, крематорий, чайф, опять же. Я запомнила 30. Чайф, потом кто у нас там еще был? Сой. Вы хотите детей? Сложный вопрос. Сложный вопрос для меня. Кто придумал название вашей группы? Оля Алексеева помогла мне с этим. Ну, я металась в сомнениях и поисках. И она, я говорю, мне надо, чтобы вот я была одна, но чтобы было имя мое как-то зафиксированное. Она говорит, так, у Нализа. Я говорю, так точно. И все. Дягилевы. Да, что-то было из Дягилевы. Или там по рельсам. Пойдем гулять с тобой. Что там, по железным? Или каким-то рельсам. А? Трамвай. А, по трамвайным. Какая была первая песня, собственно, я, по-моему, в последний раз мы, я с Артемом ее, мы запилили эту песню. Он ее выложил в ЖЖ. В ЖЖ еще. Вот можете прикинуть, сколько мне лет. В ЖЖ еще был. Вот. И да, получила такой резонанс. По трамвайным, по трамвайным хорошо. Опять же, память моя может уже подводить. И, значит, разместили песню. И посыпались признания нам в ЖЖ и предложения о концертах на стадионах. И даже Света Сурганова сказала, тебе обязательно нужно этим заниматься. Испортила мне жизнь. Что такое ЖЖ? Ого! ЖЖ это... ЖЖ это Live Journal. Почему он ЖЖ? А, Живой журнал. Да, Живой журнал. Он так и назывался. ЖЖ. Это было до Контакта. Это было до Инстаграма. Это было до Фейсбука. Такая была сеть. Лиза, вы любите танцевать? Нет, это вообще не про меня. У меня много подружек, которые прям безумны до этого. Прям хлебом не корми, дай потанцевать. Но я нет. Нет. Я нет. Во мне это до сих пор болит еще. Я нет. Песни пишутся легко. Как вам приходят стихи? Некоторые пишутся легко. А некоторые сложно. Вот сандалии очень долго питать. Писались. Они мне прям всю душу мне вымотали, всю кровь мне выпили там лет пять. То есть были куплеты, а припевов этих не было. Только в прошлом году в Индии меня там что-то стукнуло. Нити написались очень быстро, легко, практически мгновенно. Сейчас вот я там в процессе нахожусь. но не знаю, когда он завершится. Может, завтра. Может, сегодня. Может быть, как сандалии. Еще на пяток лет. что вы хотели бы еще испытать в жизни? Какие ощущения? Вот у меня прям нет никакой потребности испытать что-то там прям новое или экстремальное. То есть мне настолько хватает того, что я испытываю в своей жизни, что у меня нет вот такого недостаточности чего-то. У меня вот всего достаточно. То есть больше, более ярких каких-то или резких эмоций, впечатлений, мне кажется, мне не нужно. Ребята, у вас есть мечта, ну, седьмой раз, ну, даже если бы она у меня была, но не в таком количестве уже. Откуда вы черпаете такие диковинные слова? А у вас что-то не строчка, то шедевр. А приведите пример и говорите, говорите. Например, какие вот для кого-то шедевры это амплитуда уже. Любовь – это сначала любовь, потом это немножечко боль, потом это ну, можно до боли не доводить, может просто любовь прийти во что-то, в другую любовь. Вера под твой спокойный голос уснула в машине, можно сказать, впервые в жизни. Спи, моя девочка. Ну, хоть кому-то я пользу эфиром принесла. Видите, Вера заснула. Родители вы мне должны. Какой ваш любимый поэт-писатель? Ну, вот Вербер или Вербер, наверное, и Каннинги мне нравится. Ну, про поэтов мы поговорили. Сейчас, наверное, это Маяковский, в детстве это был Есенин, я его читала на конкурсе чтецов и выступала с этими стихами. Вам снятся сны? Да, сны мне снятся регулярно иногда, даже музыкально иногда, я даже умудряюсь что-то записать, если проснусь. Иногда мне снятся такие интуитивные сны, я могу видеть что-то про человека, которого практически не знаю, а в результате оказывается наяву, что он таким и является. Лиза, в ваших историях часто млекает прекрасная девочка, очень смышленная. Кто она? Вот она сейчас спит, там как раз про нее Катя написала, это моя племянница. Вот как раз она сейчас смотрела наш эфир, мой эфир и заснула. Вот такая вот смышленная Вера. Лиза, я узнала ваше творчество через творчество Светланы Сургановой. Есть сеть, это сила и зашло. Ну, я не буду спорить, сеть это сила, то есть мы сейчас получили ответ на то, как на Дальний Восток проникло наше творчество. Так? Через сеть. Ну, вирусная тоже система. А мы сейчас в 4 часа ночи и они все здесь. А почему в 4 часа ночи, в 4 часа ночи вы еще разговариваете с нами? Как вот, как это, к чем это объяснить? Вы не вегетарианец? Нет. Диета веганы безалкогольная, пока опять не приезжала осень. Нет, у нас вегетарианец только, слава богу, теперь один, а то у меня был один Дима вегетарианец, потом он укусил второго Диму, они, значит, были оба вегетарианцы. И это было достаточно сложно нам все это кормить. их на гастролях. У вас есть дети? Нет детей? У меня нет, у меня вот есть пельмяница. Ну, оно дитё. Она дитё. Тут можно маску какую-нибудь включить? Угу. Да. Ой. Что вам хотелось бы еще почувствовать в жизни? Ой, ребята, что-то я нажала не то. А, вот моя любимая. Лиза, ваша песня как открытая рана. Отсюда вопрос. Как ваша личная жизнь жила вам в любви взаимной никакого надрыва? А я не могу без надрыва. Вы что? Как ваша личная жизнь? Отличная моя личная жизнь. Я же сказала, будильник ставлю и скоро на работу. Я просто думала, что это шутка, честное слово. Американский финансист предрек победу России в нефтяной войне. Ваш прогноз? А мой прогноз завтра плюс 6 градусов. Влажность 30%. 30% и 15 марта у нас концерт. Дайте, вы мне где? О, Господи. Да, вот сейчас на Литвиному похоже. Осенью замечательная песня, а клип какой. Собака так мило сопит. То есть, вам слышно, да, как она сопит? Мне тоже. А что вам дает энергии? Да, что же происходит-то? Люди, остановите. Собака сопит. Похоже на Ренату. А, это другой был, да? А что дает вам энергии? Ну, энергия мне дает, энергия мне дает, что внутренние какие-то переживания. Не завернитесь, то есть, вам не нравится, да? дать подурачиться. Меня с вашим творчеством познакомила знакомая. Был первый концерт весной прошлого года. для меня. Лиз, вернитесь. Энергию, энергию, что дает? Ну, я утром пью кофе один раз в день, только больше ничего. Потом меня очень заряжает занятие бадминтоном. Мне надо выспаться обязательно. И все, больше мне ничего дать ее не может. Елизавета, вам хотелось бы уснуть на свежем воздухе, а не проснуться? Рядом с морем или в горах? Ну, я вот в Индии периодически, ну, вернее, не периодически, всегда в пять вечера, в четыре-пять вечера засыпала, просыпалась, потому что меня уже начинала есть какая-нибудь собака, облизывать. Так, как мне вернуться-то обратно? А? В обратную сторону. Что-то мы с вами понажимали не то. Вот это стоит. Я, наоборот, сначала узнала о вас много лет назад, а потом узнала, что вас перепела Сурганова. Но я, видимо, в меньшинстве. Вот это вот Светлана Сурганова, все время она нас перепевает, а? Прям никаких нету на нее, никакого права на нее нету. Рубашка, кайф, пушка. Да, спасибо, индийская. Она однажды сказала, жизнь одна, а вы как понимаете эту фразу? Я тоже считаю, что жизнь одна. Полностью с ней согласна. Что-то я там пропустила, да? Вам хотелось бы уснуть на свежем воздухе? Уснуть. Поспать, я понимаю, а уснуть, это же, понимаете, это глагол такой совершенного действия, такое, ну что, уснуть, все. Пока не хотелось бы мне уснуть. есть еще дела концерта 15-го. Ну, все, да? Так, кто у нас идет на концерт 15-го числа? Пожалуйста, мне поднимите руки. Ну, или что там вы делаете? Живите, живете ли вы свою одну жизнь? Как хотелось бы или ограничения оставляют свои метки? Наверное, проблема в том, что я живу ее как хочу, и это не всем нравится. Вам нравятся горы? Есть мечта отправиться в долгое путешествие по разным странам? Слушайте, у меня, Юля, у меня один раз я в горы уже с подругой своей Леной сходила, и потом меня искали местные пастухи в горах Турции. Мэ-мэ-мэ, раз, два, четыре, Марин, читай. И это, то есть, я уже ночевала с лягушками, какими-то змеями, потому что там горы были в перемешку, какими-то ущельями с водой, и я плыла, ну, то есть, меня потеряли, я потерялась, не смогла идти, говорю, идите, я там пока спущусь, и я потеряла дорогу, и не могла чуть ли не 10 часов вернуться, и я плыла куда-то постоянно, то есть, в горах я плыла, и темнело, я понимала, что я никуда не могу уже отсюда одна выбраться, и крикнуть невозможно, потому что все теряется, да, вот этот голос, он просто как будто себе куда-то под нос там, что-то булькнул, и все, и когда я все-таки уже нашла, вышла на какую-то дорогу, вижу, идут какие-то пастухи, их дети, они несут мне хлеб, несут мне хлеб, еще что-то, смотрят на меня, сочувствуют, а я оборвана все, как будто я с войны вернулась, в крови, к шампанскому придем, вот так вот вам, вот так вот вам, к шампанскому, какие планы на гастроли по стране, что мешает большому туру, или хотя бы среднему, что мешает, что плохому танцору мешает, вот что, на Ламе были, ну конечно, кажется, было в детстве, да, я же там родилась, должна была быть, мне кажется, и ничего себе история потеряться в горах и выжить, да, надо было так альбом назвать, эфир сегодня 2 часа будет, ага, 3 будет часа эфир, конечно, особенно Дальний Восток обрадуется, наверное, и Норильск, сколько нам осталось? Ну мы можем в любой момент, сколько нам осталось? 9 дней, Вярике была на вашем концерте, отлично, ну, у вашей собаке есть какой-нибудь маленький друг? Типа кот? Типа кот? Нет, у меня больше нет животных, только этот маленький друг у меня, как маленький, Норильск уже почти как 2 года, Норильск уже как почти 2 года, как в Черноземье перебрался, ага, вот так вот, ага, потихонечку все довалят, не выжить, а не уснуть, да, Елизавета, а нравится пробежки с утра? Нет, бег это вообще не мое, мне ни утро не нравится, ни пробежки, это какое-то отдельное, это, ну, я не понимаю, не могу, я пробовала это, ну, реально пробовала, искренне пыталась полюбить бег, во-первых, это травматично для позвоночника, я это чувствую, в принципе, давно, еще лет 10 назад, вот, и, ну, не получаю от этого какого-то удовольствия, то есть, мне обязательно нужно, чтобы был какой-то соревновательный момент, то есть, бадминтон, он полностью мне подходит, еще вот мне придумали, у нас ближайший, тут есть спортзал на соседней улице, есть у меня тренер такой, Володин, придумал, значит, мне интересные программы по кроссфиту, то есть, никогда упражнения не повторяются, он мне кто-то заставляет, там на кольцах все это мешки таскать, мне кажется, он так уборку себя организовывает в зале, там, тележки какие-то передвигать, там, ну, и под конец там немного пресса и отжиманий. На диетах сидите? Нет, на диетах не сидим. Дорого. Это роскошь для современного человека на диетах. Какой самый запоминающийся подарок от фанатов? Слушайте, это же, это же жесть. Ну как, я его очень люблю, но, но и забыть не могу, понимаете, он очень запоминающийся. Что вы себе подарите на день рождения? Ну, общение близких людей. Как видите, свой идеальный, максимально приятный, счастливый день. Он такой длинный, я никуда не тороплюсь. Я просыпаюсь, и он, короче, где нужно, я, значит, нажимаю на паузу, он останавливается. Вот такой вот день у меня идеальный должен был быть. Самый лучший кроссфит, это огород. Ну, да, наверное, можно и так придумать. Ухаха. Чай какой любите? Я люблю гейнманча, рисовый чай зеленый, очень, прямо если он хороший. Это вот на данный момент мой любимый. Ну, молочный чай, это тулун люблю, всякие на травах люблю, вот казанский, типа, чай там такое. Кимба, иди, если тебе Валентина Васильевна зовет, привет. Кимба, иди кушать. Ну, смотрите, уже у нас осталось, наверное, минут пять, и она последует, хочу сказать еще раз, что всех буду рада видеть на концерте, отметить, отпраздновать, ну, с каждым вряд ли смогу выпить, потому что просто не хватит физических сил, да, я дома, физических сил просто не хватит со всеми выпить, но я буду пить пока, ну, после концерта буду пить, пока смогу. поэтому пятнадцатого марта увидимся, спасибо всем заранее за поздравления, если вдруг я не смогу кому-то ответить завтра, вот, вот, какие цветы любите, я люблю отвечать, главное, не искусственные, в Екатеринбург пока не знаю, вот, и Москва, Москва, да, Москва точно дождется, потому что это самый реальный из планов, то есть Москва, Санкт-Петербург, мы всегда в этом уверены, я всегда отвечаю, лучший мой подарочек, это вы, самое, самый лучший подарок, это внимание, внимание, и еще раз внимание, всех с наступающим, ой, с наступившим, с наступающим, это у меня, спасибо, всем спасибо, все, пока, где? Завершить видео, а тут нету, проделиться, сначала завершить, с наступившись, всем, aquаж, и все, пока, отдаюộc, как наступившись, , гиджи, кромен. Продолжение следует...